Поликлиника на площади Геннериха была построена в 1967 году. За полвека ни одного капитального ремонта. Только косметически и лишь силами медработников. Теперь здание поликлиники не узнать. Полностью обновлен фасад здания, заменены инженерные сети, установлены окна-стеклопакеты. Но главное, появилось новое медицинское оборудование. Мы приобрели новый УЗИ-аппарат высокочастотный для женской консультации. Мы приобрели аппаратуру для кабинета неотложной помощи. Вот такие результаты на сегодняшний день. В коридорах, где раньше невозможно было развернуться, появились зоны комфортного пребывания с мягкими диванами. Практически во всех кабинетах новая мебель. На первом этаже стойка регистратуры. Повсюду указатели с наименованием отделения. Так что заблудиться невозможно. Заходим в кабинет неотложной медицинской помощи. Скажите, насколько изменилось здание поликлиники? Ну, похорошело очень сильно. И очень комфортно, потому что очень светло, все чисто, светлое, яркое. Такое приятно. Спасибо большое. Хорошего вам дня. Хорошего вам пациента. В кабинете неотложной помощи появилось новое оборудование – аппарат-дефибриллятор. Теперь реанимационные мероприятия можно проводить прямо в поликлинике до приезда скорой помощи. Врач кабинета неотложки Марина Олащева показывает еще один новый прибор – аппарат для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом. Получили недавно. Аппарат пока не использовали в работе. Совершенно новое оборудование. Очень качественный. Легок в работе. Гинекологическое отделение находится в отдельном крыле здания. Вход только для дам. Здесь своя стойка регистрации. В отделении появился современный аппарат УЗИ, позволяющий выявлять патологию развития плода на ранней стадии беременности. Это аппарат Samsung экспертного класса, на котором мы можем смотреть и третьи скрининги УЗИ для беременных, которые раньше мы здесь не смотрели, для выявления патологии плода. Здесь хороший доплер имеется для выявления нарушения маточно-плацентарного кровотока вовремя. То есть выявлено, можно бороться с этой ситуацией. Аппарат позволяет делать УЗИ малого таза, молочной железы, почек, брюшной полости, щитовидной железы. Меню аппарата на русском языке. Монитор дает хорошее качество изображения, рассказывает Екатерина Гладкова. Ежедневно на нем планируется смотреть до 15 человек. По словам заведующей, очереди нет. Вести прием пациентов стало комфортно, но одна проблема все же осталась. Это кадры. Поликлиника нуждается в специалистах первичного звена. У нас всего лишь на 47% укомплектованы с терапевтами. Узкими специалистами более-менее мы укомплектованы. Зарплата немаленькая. У нас первичное звено получает региональные доплаты в размере 5000 врач и 2500 медицинская сестра. За хорошую работу мы стимулируем наших специалистов. Поэтому стараемся, чтобы заработная плата была достойна. В перспективе предполагается строительство социального жилья для сотрудников здравоохранения. Эту инициативу временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева во время недавней поездки на полуостров поддержал президент России Владимир Путин.